Сотрудники полиции регулярно проводят рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Недопущение распространения пьянства и алкоголизма, снижение их негативных социальных и экономических последствий. Рюмочные с просроченными лицензиями, ларьки, в которых торгуют пивом и коктейлями, обычные магазины, где продают алкоголь несовершеннолетним. Со всеми этими и многими другими проблемами постоянно приходится сталкиваться рязанским полицейским. При появлении людей в форме продавцы и бармены, как правило, рабеют, в то время как хозяева-нарушители подчас забывают все элементарные правила поведения. Вот уже два года в региональном управлении МВД действует телефон доверия, на который ежедневно поступают звонки неравнодушных граждан, сообщающих о различных нарушениях антиалкогольного законодательства. При поступлении данной информации она регистрируется и незамедлительно организуется ее проверка. Как правило, указанные факты реализации алкоголя находят свое подтверждение. На граждан, допустивших правонарушения, составляются административные протоколы, которые направляются в суд для принятия решения. По результатам рассмотрения выносится решение о наложении административных штрафов размером от 2,5 до 5 тысяч рублей. Суммы небольшие, посему, как правило, нарушители, а это в основном одни и те же граждане, продолжают свою незаконную деятельность. Сегодня в гостях программы «Семь минут» инспектор по особым поручениям отдела организации применения административного законодательства и управления Организацией охраны общественного порядка МВД России по Рязанской области Рязанов Александр Константинович. Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город» программы «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Александр Константинович Рязанов, инспектор по особым поручениям отдела организации применения административного законодательства и управления Организацией охраны общественного порядка МВД России по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр, вот сразу первый вопрос. Давайте подведем с вами итоги минувшего года и года текущего, каким он был для вас, что вам удалось наработать за это время. В основном же ваша работа связана на сегодняшний день с тем, что вы рейдите палатки, различные незаконные точки по продаже алкоголя. Вот, наверное, небольшие итоги по этому поводу. Коснемся именно этой темы сегодня. На управлении МВД России по Рязанской области на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, как вы уже сказали, направленные на усиление контроля в сфере производства оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также обеспечение защиты здоровья и жизни граждан от недоброкачественной алкогольной продукции, а также выявление правонарушений, совершенных в состояниях алкогольного опьянения. За истекший период 2013 года сотрудниками полиции УВД по Рязанской области зафиксировано 1306 правонарушений непосредственно по статье 14.16 части 3 Кодекса об административных правонарушениях. Также по статье 14.16 часть 2.1, то есть продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, зафиксировано 318 фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. То есть вы это выясняете в ходе рейдов? Да. Изъято также за истекший период 27 800 литров алкогольной продукции. Ну, Александр, у нас Рязань город не самый большой, правильно? Наверняка приходится иметь дело в основном с одними и теми же нарушителями. Как правило, хозяева, как таковые, индивидуальные предприниматели и общество с ограниченной ответственностью являются одними и теми же. Данных правонарушителей привлекают к административной ответственности. Штраф по данной статье предусматривает от 5 до 10 тысяч на должностных лиц. И, как правило, за неоднократные правонарушения данный штраф увеличивается от 5 до 10 тысяч рублей. Субъектом данного правонарушения может быть только должностное лицо. Юридических штраф для накладывания на юридические лица составляет от 50 до 100 тысяч рублей. И все равно и такие тоже постоянно нарушают, да? Да. В том числе? Да, в том числе. Данная продукция, которая изымается в рамках поведенных рейдов, направляется в суд. То есть санкция статьи 14.16 предусматривает конфискацию данной продукции. И даже это не останавливает правонарушителей. В любом случае совершаются правонарушения. Я была только в этом году с вашими коллегами на рейдах несколько раз. И каждый раз хозяином являлась женщина. Вот с чем это связано? И можете ли вы описать поведение хозяев, когда вы вдруг нагрянули в форме такие и начинаете тут бутылки у них колотить, грубо говоря? Поведение хозяев и продавцов в торговых объектах всегда разное. То есть кто-то воспринимает нас нормально, без каких-то упреков, расписывается в документах, всех все понимают. А бывают такие, что закрывают просто палатки и не пускают. То есть как бы по-разному все бывает. Ругаются. Нецензурной брани. Обижаются. Обижаются. И все же, когда вы уже несколько раз подряд пришли к нему, узнают? Узнают, конечно. Ну, поспокойнее уже реагируют? Да, потом приходят в процессе уже оформления данных документов, когда все оформишь. Потом приходят, извиняются. Работа есть работа, что же поделаешь. Наверняка у данной категории торговых точек имеются свои постоянные покупатели. Они заступаются за своих продавцов, за свои любимые лариочки. Как правило, покупатели, которые видят сотрудника полиции в форме, как правило, не подходят. Так, Александр, вот в ближайшее время что планируется еще? Какие работы проводить вот в этой сфере, в этом направлении? Ну, ежедневно сотрудниками Управления внутренних дел по Рязанской области проводятся организационно-профилактические мероприятия, направленные на выявление незаконной реализации алкогольной продукции на территории Рязанской области. Данная деятельность находится на контроле у руководства Управления внутренних дел по Рязанской области. Вы из Рязани в область выезжаете? Да, выезжаем. Непосредственно наше подразделение работает как в городе Рязани, так и в Рязанской области. Куда в частности выезжали? Ну, какие-то примеры банальные, там, Скопимов, Касимов? Вот буквально на этой неделе в Шилово был выявлен факт реализации алкогольной продукции молодым человеком, который не зарегистрировал ни как индивидуальный предприниматель, ни... В Кораблино было выявлено несколько фактов, вот, также незаконной реализации алкогольной продукции. Различные нарушения бывают с нарушением правил торговли, то есть недолжным образом оформленные ценники на алкогольную продукцию. Вот так. Ну и все же преимущественно, какие нарушения чаще всего выявляются? То есть, там, контрафактный алкоголь или нестационарная торговая точка или еще что-то? Нестационарный торговый объект. Больше всего правонарушений совершаются в нестационарных торговых объектах, но также в стационарных, в магазинах. В магазинах, как правило, с нарушением правил продажи алкогольной продукции. То есть, как я уже сказал, недолжным образом оформлены ценники на данную продукцию. Ну, это основные, видимо, да? Да. Проблемы. Да. Ну, у нас все не так грандиозно все-таки. Ну, так же есть много тоже правонарушителей, которые реализовывают алкогольную продукцию без специального разрешения, без лицензии. То есть, таких тоже много. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Нам было очень приятно с вами пообщаться. Очень интересно. Заходите еще. У нас в гостях был Александр Рязанов. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.